Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет реакция на кинокиллера, а то что-то давненько мы на него реакции не делали. Обзор на фильм «Кошмар на улице Вязов» 2010-го, ремейк. Ну, кстати, я смотрел этот фильм, и мне он, в принципе, понравился, но исключительно за его спецэффекты и за роль Джеки Эрол Хейли в качестве Фредди Крюгера. А в остальном он, конечно же, плох. Да и, в принципе, он провалился. Поэтому продолжения не будет. Этот ролик у кинокиллера старый, вышел в сентябре 2016-го. Ладно, смотрим. Ау! Мам! Кто там? Амстердам! Записка. Ты думал, что останешься безнаказанным? Элай? Какой Элай? Рот, что ли? Какого хрена? Только не боится! Это был лишь кошмарный сон. Не было никакого марафона по Майклу Бэйлю. Это был сон. Всего лишь сон. Всего лишь сон. То есть это был не сон? Марафон по Майклу Бэйлю. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кинокиллер. Итак, вот и подошел к завершению мой марафон по Майклу Бэйлю. И фактически все ради этого и строилось. Мы подошли к тому фильму, который вызывает намного больше вопросов, нежели концовка Лоста. Тот фильм, который не должен был выходить, но все-таки вышел. Дорогие друзья, вот оно. То, что многие из вас просили и ждали. И сейчас я вместе с вами поставлю жирную точку в моем марафоне вместе с кошмаром на улице Вязов образца 2010 года. Песня группы Evanescence, End of the Dream. End of the Dream. К сожалению, это случилось. Майкл Бэй добрался своими грязными руками и до любимого не только мной, но и многими другими слэшера. И это неудивительно. После выхода пятницы 13-й в 2009 году все знали, что настанет черед старины Фредди. Это был лишь вопрос времени. И с выходом первого трейлера волна гнева и ненависти просто поглотила создателей фильма. Фредди не такой, все будет не так весело, не так круто. Да и вообще, горите в аду, мрази. Что? Ну это да. Это уже сначала было понятно, что фильм будет такой себе. Хотя некоторыми все-таки ожидалась более крутая, так скажем, версия. Более современная. И в принципе он так и выглядит более современно. Но все, что касается основных его элементов, здесь просто кошмар. Ну, объективно, фильм не ужасен. Он просто плох, по моему мнению. Но по моим эмоциям он... Мне он... Мне он, в принципе, понравился, опять же, исключительно за его спецэффекты. Не будем ходить вокруг да около и отправимся в страну кошмаров вместе с Роршахом. Ой, то есть с Фредди Крюгером. Это кошмар на улице Вязов. Да, кстати, вы спросите, почему Роршахом? Потому что здесь Фредди Крюгера играл тот же актер, что и Роршаха в Хранителях. Джеки Эрл Хейли. Итак, прежде чем приступить к обзору, давайте немного остановимся на начальных титрах, ибо уже здесь можно заметить несколько предупреждающих знаков. Во-первых, мы не увидим в списке... О Руне и Маре речь зайдет попозже. Продюсеры Майкл Бэй, Эндрю Форм, Брэд Фуллер. Продюсеров режиссера оригинального фильма Уэса Крейвана. Да, его там нет. Имя Крейвана фигурирует только в графе в основу любви персонажей, созданные Уэссом Крейвеном. Вы спросите, ну и чё? А то, что какими бы дебильными не были ремейки У Холмов есть глаза и Последний дом слева, их интересно и весело было смотреть, потому что в процессе создания участвовал человек, снявший оригинальные фильмы. И он мог подсказать... Кстати, оригинальные фильмы У Холмов есть глаза и Последний дом слева также снял Уэсс Крейвен. Как всё сделать лучше? Второй момент, это создатель сюжета и один из авторов сценария Уэсли Стрик. Опять же, ну и чё? Ну ничего, просто из-под её опера вышел вот этот шедевр. Дум. Дум. О, да, теперь вы понимаете, в какой мы жопе. Ну и третий момент, это режиссёр... Ну не знаю, я Дум не смотрел. Становщик Сэмуэль Байер. Ну а это что ещё за бабкин внук? Вот именно, это ноу-нейм в мире кино. Кошмар на улице Вязов — это его первый режиссёрский проект, потому что в основном он снимал вот это. Ага, клипы. Так, стоп, что-то с качеством не так. Так, 1080p. Да, он знаменитый клипмейкер. Но не будем гнать на него раньше времени. Финчер тоже с клипов начинал, а сейчас он один из лучших режиссёров современности. Да заебал ты, пи***ть, где обзор, сука? Мне по*** твоих бареров, смешнявки хочу. О, боже. Фильм начинается в... Лагерь Хрустальное озеро. А вот и нет. А вот и нет. Лагутской закусочной, где парень из Сумерек... Даже не спрашивайте, откуда я это знаю. Ловит мелкую долю сонливости. Леди? Леди? Хм, этой кухне не помешала бы помощь шефа Рамзи. Покап, 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 покап. Get out! Get out! Чик-чик-чик-чик. Дим. Пить, я не кончил в тебе. Я говорила, будешь спать, тебя выгонят отсюда. Больше не повторится. Ладно. Это главная героиня Менси. А, ну да, не забирай у него остатки столовых приборов. Ведь я уверен, что этот нож в дальнейшем не сыграет никакой роли. И тут как раз прискакивает герла этого засони, чтобы побеседовать с ним. Привет. Ты выглядишь так, как будто... Не спал три дня. Эту девушку зовут Крис. Её играет Кэти Кэссиди. Но тебе же говорили, пиши курсовой сразу, не откладывай на последние дни до сдачи. В этот момент нам показывают основных персонажей фильма, которые как раз все находятся в одной закусочной. Совпадение? Не думаю. И так как я ненавижу долго мусолить кто из кто, скажу по-шустрому. Главная героиня, парень, который в неё втюрился, бывший парень той блондинки, что подошла к вампирчику. Всё разъяснил. Вернёмся к парочке. Может тебе поговорить с кем-нибудь? Доктор считает, что все мои проблемы из прошлого. Мы начали вспоминать про моё детство, и тогда всё и началось. Что началось? Развратный дядя, костюм-клоун, ананас в жопе. В общем, стандартная тема. Эти кошмары. А, плюс ещё и кошмары. Дин, послушай меня. Это сны. Не более того. Они ведь нереальны. Эти сны реальны. Вовсе нет. А почему Дин просто не покажет ей руку? Да, кстати, Дин это парня так зовут. Скажи ей, что эту руку царапнули тебе во сне. Не, ну реально, ещё более дебильные диалоги возможно составить? В общем, парень... Возможно. Ещё как возможно. Когда... Я уже говорил это тысячу раз, но скажу тысячу первый раз. Когда Мэйзи пугает свою няньку и в то время служанку Локвуда в музее, то это... Блин, я просто даже это вспоминать не хочу. Это такая дрянь, если честно. Пугает эту блондиночку и настаёт момент первой крови. Тебя нет! Тебя нет! Тебя нет! Нашибаешься! Ну, так как этот фильм многие упрекают за то, что Фредди тут не смешной, то я исправлю для вас эту реплику. Дальше. Тебя нет! Тебя нет! Пидора ты! О, боже. Диа! Господи. Мы переходим к похоронам, где все провожают в последний путь одного из семейства Калинов. Во время похорон у блонди случается небольшой трип в лице маленькой девочки, которой не сказали, что кота за яйца тянуть не стоит. Блин, извините, что так улыбаюсь, просто меня вот эта шутка, которая чуть ранее была, насмешила. Честно говоря, вот эти ваши постоянные отрубы на поспать уже в начале фильма бесят. А нам еще предстоит лицезреть примерно до *** подобных сцен. Это да. Пойдем, милая. Все кончилось. Ага, отлично у вас физиономия, мамаша, как раз для похорон. Пойдем, милая, а то мы на другие камеди похороны опоздаем. Блонди замечает, что оказывается она и Калин были в одной группе в садике, и ее это напрягает. Не парьтесь, это сюжетная дырища размером с жопу Саши Грэй объяснится чуть позже. Тут к блонде подваливает ее бывший. Когда это случилось, как будто кто-то заставил его это сделать. Тебе все это просто показалось, вот и все. Я тебе верю. Я видела. Я знаю. Ничего ты не видела. Тебя там не было. Я и так хреново, отстань от нее. Я и хреново, чувак. Заткнись, просто пасть закрой. Я думаю, блять. Мне кажется, или кто-то из вас ***, возможно, оба. Во-первых, ***, она там была, она вас обслуживала. А во-вторых, дура, тебя на горизонте не было видно во время суицида. Наверняка ты на кухне забирала очередную свиную голову средней прожарки. И тут, как снег на голову, нам решают напомнить, что мы смотрим ремейк всеми любимого хоррора. А значит, надо выполнить эдакий омаж, репнув сцену из оригинала. О боже, насколько, насколько это всосно. И я даже не знаю, к чему это больше относится. Как три Серуни Мара, которая даже обычное погружение в сон отыграть не может. И лишь и к тому, что в эру продвинутой компьютерной графики этот момент со стеной выглядит в сто раз хуже, чем в фильме 84-го года. Даже больше скажу, сцена из оригинального фильма меня до сих пор в дрожь бросает. А вот это CGI-плёвень вызывает чувство презрения. Да, кстати, да, кстати, вот эта вот сцена, она выглядит, она выглядит куда палевнее, чем сцена из оригинала. Мадам, ради бога, не надо расширять ещё сильнее эту сюжетную дырень, а то нашу планету туда ненароком затянет. Короче, дальше идёт никуда не ведущая и мандец, какая скучная сцена сна. И вот мы уже оказываемся в школе. Всё нормально? Да, всё хорошо. Да. А ты как? Да, всё нормально. И этому говноеду вознестрику хотели поручить написать сценарий приколов фильма сеть? Да он элементарную беседу написать не может. И это только девятнадцатая минута полторачасового фильма. Что ж, а мы етит его налево, в который раз переносимся к блонде, которая, что бы вы думали, вырубается на уроке. Вообще-то нехорошо засыпать в классе. Кто? Ты такой. Ты всё такая же красивая. Ну и так как нам фактически в первый раз позволят пристально ознакомиться с новым Фредди в исполнении Джеки Эрл Хейли, то сразу расставим все точки над Йо. Джеки Эрл Хейли – хороший выбор на роль Фредди. Что? 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 Да, ребята, я считаю, что Джеки Эрл Хейли хорошо справился со своей ролью. Да, Фредди в исполнении Роберта Инглунда навсегда останется в наших сердцах. Но, блин, если бы на эту роль ещё раз позвали бы Инглунда, то это был бы не ремейк, а продолжение. А Джеки отлично справляется со своей ролью. Тебе не о чем беспокоиться. Побался. Чего ты кричишь? Я тебя ещё даже не пререзал. Да. Кстати, в русском дубляже его озвучивает Владимир Зайцев. И стоит его похвалить за это. А, он не шутит, но он и не должен шутить. Он должен вызывать страх. Он должен быть не смешным, а злым. И Хейли показывает именно это. Уж лучше так, а не первоначальный вариант, когда на эту роль хотели взять Мэдди МакКонахи. Вот я вообще не представляю, каким был бы фильм с его участием. Ра-ра-ра-ра-ра. Сейчас мы подождём, пока детишки уснут. И начнём их кромсать. Да ну. Сомневаюсь, что Мэдди МакКонахи был бы именно таким. В итоге Федя её не убивает. И Блонди в попыхах валит домой, где ночь она проводит одна. Но почуяв запах одинокого женского тела, к ней прискакивает её бывший. Мне снятся сны. Но каждый раз, когда я засыпаю, я вижу этого человека. С такими ножами. Ножами на пальцах. Нам снится один и тот же сон? Ты останешься со мной. Конечно, останусь. Ребята, вот вам отличная техника пикапа. Девчуля вам говорит, что он кошмарным с ней. Вы бах такие. Мне то же самое снилось. Она в слёзы, в сопли. И всё. Вы, как смелые и брутальные альфачи, остаётесь у неё и начинаете вводить свою луку. А, понял, понял, на что ты. К чему ты. Ну, я не знаю. Я никогда в жизни, наверное, подобным заниматься не стану. Обратитесь на здоровье. Для своих подписчиков мне ничего не жалко. Правда, со мной это не сработало. Но и я в вас верю. Они защемили, но тут Блонди идёт на зов своего пёсика. Рафос? Ай, боже мой. Я просто погладил его. Дневник Роршиха. 27 апреля 2010 года. Собачья туша на заднем дворе. Следы лезвий на разорванном брюхе. Я просто погладил пёсика. Она шлэндит во сне, а потом просыпается живая и здоровая. Блять, Фредди ещё тормознутие, чем я на контрольной по алгебре. Но не тут-то было. Обманул. Бриск! Хватит! О, боже. Хорошо, но предупредил бы, я бы подмылась. Я не подмылась. Собачья туши. Собачья туши. Страха меня. Откуда это? Ой, ё. В принципе, критиковать эту сцену не буду, ибо она вполне добротно скопирована из оригинального фильма. Её бывший, заочковав по понятным причинам, с**тывает из дома, при этом сплошив охранную систему. Чё-чё-чё-чё, Джейси! Это я, Нэнси, я, Нэнси! Проникновение уровня Silent Assassin, не иначе. У тебя там штрих-коды на затылке случаем нету? Чья это кровь? Это твоя? Я был у Криса. Я... Что ты с ней делал? Ничего я с ней не делал. Что произошло с Крис, Джейси? Кто-то убил её во сне. Мда. Кто? Кого? Номинантка на две премии Оскара, две премии Золотой глобус. Талантливая, б***ь, актриса Руни Мара собственной персоной. С**а, ты можешь хоть какую-нибудь заинтересованность проявить? А тебе заплатили, так отработай свой гонорар. Я лишь песню во сне слышу. Раз, два, Фредди заберёт тебя. Вот как зовут того, кто у нас в голове. Это невозможно. Просто так страшно, да? Вот так вот, да? Никакого саспенса, никаких вопросов. Вот прям так сразу. Я тоже вижу с ней этого чувака зовут Фредди. Чуете? Чуете? Пахнет сценарной работой уровня тухлое говно. В общем, паренька берут за жопу. На землю! На землю! Вот как всегда. Я ничего не сделал. Послушай... Вот всегда так. Под подозрение всегда попадает именно паренёк. Полицейские даже не могут додуматься о том, что где-то там в доме Шунда это какой-нибудь маньяк или бес, или чёрт. Или Фредди Крюгер, в конце концов. Всегда подозрение именно парень попадает. И меня! И шуть! Спокойно! Я ничего не сделал! Я не ломил покемонов в храме! И прям сразу отвозят в тюрячку, где ему придётся не только пытаться не заснуть, но и вдобавок не словить своим очком пару-тройку первосортных членов. Не спать! Не спать, не спать! Не спать! Ой, давай-ка не надо мне тут ля-ля! Не может тебя спустя пару часов после того, как ты храпел в кровати у блонди, так калашматить от недосыпа! Штатив чуть не упал. Так. Я хоть сегодня могу не поспать, но со мной всё будет в порядке! И вот, спустя некоторое время нашего зэка выпускают под залог. О, Джей Симпсон обкладывает свои локти в сторонке. Ну вот хуй там плавал, это всё оказывается сном, и наш зэк попадает в котельную господина Крюгера. Не меня с вами заперли, это вас заперли со мной! Что тебе нужно от меня? Я не знаю, Джесси. Думаешь, что мог бы вернуть прошлое? Отвлечай! И тут, без шуток, это реально лучшая сцена фильма. Тут Фредди реально бросает в дрожь и выглядит как одна большая угроза. Если есть возможность, то посмотрите эту сцену в оригинале. Джеки Эрл Хейли просто тащит. Иголки. Иголки. Меня опять терзают смутные сомнения. Да не у вас одного, Иван Васильевич. Всё, конечно, круто и эпично, но почему у этого парня сзади нету никакой дыры? Фредди же его насквозь пробил. А мы теперь... Ну, это не более, чем просто киноляп. Нарисовать забыли. Сосредотачиваем всё наше внимание на двух оставшихся персонажах, на Нэнсе и Квентине, которые скооперировались, чтобы во всём разобраться. Порадуемся за Квентина, у него бы был отличный шанс впередолить этой бабе. Он тусует в библиотеке в поисках инфы, но, как обычно, он впадает в спячку. Девочка. Ага, это для нас девочка пропала, потому что башка Квентина перекрыла нам обзор. Но он-то всё видел, и при этом всё равно на его лице прорисовывается откровенный п***изм. Будто у него каждый день маленькие девочки перед глазами растворяются. Да. Кошмары? Нет, тупая бледнокожая шмара, которая любит резко за плечо схватить. И они подробно изучают всякую дичь по поводу снов. А через 70 часов страдающий бессонницей начинает впадать в микросны. Его мозг отключает некоторые функции на несколько секунд, пытаясь заново запустить себя. Это означает, что ты спишь, но не знаешь этого. Парень, мне кажется, она уже один микросон схватила, пока ты ей всё это читал. Извините, но я не прекращу. Бадаль, отыграй ты хоть что-нибудь. Мы попадаем в дом Нэнси, где она выпытывает у мамы важную инфу. Слушай, а что меня может связывать с Крис или Квентином? Может, мы ходили в садик вместе, когда были совсем маленькие? Нет, насколько я помню. А мы знали какого-нибудь Фредди? Думаю, нет. Кули ты пиздишь, сука, животное ебаное. Хоть я не очень уважаю этот сакан, но тут соглашусь. Ты кому тут горбатого лепишь, тётя? Твои зрачки сейчас такой фальс крутанули, что даже не имея способностей доктора Лайтмана, идёт в ванную, ставит будильничек, а это значит, что настало время для очередной копии сцены из оригинала. Да. Я повелитель клиторов! Сынку, ничего жевать! Конечно же, она в Сынку Ави оказывается в стране кошмаров. Ты так выросла. Ты всего лишь кошмар. Вот и милыха. Никто не сможет доказать, что я был здесь. Кто ты такой? Ну нахер! Ну тварь ё-то! Я знаю, что тебе было в боль... Ну нахер! Ну твою-то мать! Блин, это забавно было. Похер на эту роль. Ты потом сама об этом заявила. Ну неужели тебе было реально настолько похер? Да прояви ты! Походу да, ей было реально настолько похер. Энтузиазм! Твои деньги никуда не денутся, а фильм от этого только выиграет! Ты не помнишь, а должна. Нет? Ну вообще ломы! Ну тогда окажешь услугу и отсек ту траву, которую ты хератишь каждые пять минут. Будь так добра! Короче, она просыпается в целости и сохранности в который раз, блядь! И она с Квентином решает всё-таки докопаться до правды и находит в потайном отсеке комода их фотку с садика. Что вы делаете? Что здесь происходит? И естественно, они начинают допытывать маман вопросами. Я не хотела, чтобы ты всю жизнь жила с этими воспоминаниями. Я не хотела, чтобы ты это помнила. Я хотела, чтобы ты забыла, что произошло в том детском саду. И вот тут мы раскрываем самую большую сюжетную дырщу, от которой у меня кровь кипеть начинает. В общем, оказалось, что в садике был садовник по имени Фред Крюгер, который игрался с детьми и всячески проявлял к ним интерес. А потом мы стали кое-что замечать. Фрэнк, что это? Я упал. на краплю он упал. В секретную пещеру. Успокойся, не плачь, тетка. И это еще что? Так, смотрим дальше. Меня тут слегка помешали. Успокойся, не плачь, тетка. И это еще что? Видели бы, что он с воспитательницей делал. И что вы сделали? Вызвали полицию? Он покинул город до того, как мы смогли заявить на него. Его нет. Больше он не сможет обидеть вас. Думаю, вы и так уже поняли. Икона хоррор-жанра всеми любимый персонаж из обычного детоубийцы превращен в педофила. Да, он расклевал детишек в своем подвале. Ну, как бы да, вообще не канон и в принципе это какое-то оскорбление персонажа, но я не про это. Повторим несколько реплик. Кто себя помнит в пятилетнем возрасте? Я не хотела, чтобы ты это помнила. Я хотела, чтобы ты забыла. Вы ебуты? Хотя нет, вы ебуты. Их изнасиловал мужчина в пятилетнем возрасте. Такое никогда не забудется, ибо это самая жесткая психологическая травма, которую можно причинить ребенку. Да и плюс к тому, если ты хотела, чтобы это все забылось, то какого мать твою хрена ты хранила их фотографию из садика? Почему ты ее не сожгла? Потому что. Ну да. Да. Это же Уэссель Стрик. Говноед похлеще, чем сценарист Бэтмен против Супермена Дэвид Гоэр. Итак, а тут фильм разделяется на две линии. Нэнси решает найти инфу про других детей с фото, а Квентин... Квентин в их Тиандра играет. Но так как его сцена более важная, понаблюдаем за Нэнси. Она находит блок одного из уже подросших детей и ознакомляется с ним. Маркус Сверли. У меня сразу снились кошмары. Тот обгоревший парень в волосатом свитере меня. Блин, не везет этому парню. Сперва Джейсон штормил, теперь Фредди. Может, еще с кем-нибудь происходит то же самое? Да, все круто, конечно, но как этот Чингисхан умудрился залить ролик, если его к праотцам отправили? Не, ну серьезно, как? Как, как, каком кверху? Херовое объяснение, ребят. Перенесемся к Квентину. Как, как, каком кверху? Блин. Что он? Он плавает себе, плавает, 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 и вдруг... И вдруг... А я еще вчера почувствовал, не то что-то. Чисто, аккуратно, все не по-нашему. Он попадает в сон, где за еще целеньким Фредди гонятся родители. А ну открывай дверь, Крюгер! Ты что? Что я сделал? Ты насиловал их! Я ничего не делал! Открывай эту чертову дверь! Я их не трогал! И не проявив должного терпения... Ну реально, Крюгер отошел от двери, она не заперта, просто поломитесь еще чуть-чуть, и вы войдете. Они решают совершить самосуд. Это тебе же моего сына! Добавь масло! Что значит сына? Он что, еще и мальчиков? Еще и к мальчикам пристращался. Погай! И пусть горит здесь все на тване! Я не понимаю вас! Ты в порядке? Да не бесило, да! Чего я не понимаю, с какого перепуга ему приснилось то, чего он в принципе не знает? Его там не было! У него нет воспоминаний об этом событии! Так каким образом его мозг смог воспроизвести события, в которых он не принимал участие? В общем, А ничего, что Фредди сам может делать сны своим жертвам! То есть он сам создал ему этот самый сон! Не вдвоем решают поехать в садик, где все произошло, но для начала надо добыть колес от сна! Я принимаю эти таблетки с 15 лет, так что не волнуйтесь! Будьте добры, положите мне туда хотя бы пару штук! Всего пару штук мне! Простите, не могу! Всего пару? Нет! Пидор ответ! Блин, ну как же ты охуенно пытаешься... Пардон, мне уже какой-то мрак помешали! Если автомобиля... Дура, выйди из машины, пробегись, танцуй нижний брейк-данс, захвати ливию, открой новый химический элемент, сделай что угодно, только не сиди на месте! Жесть! Ты бы еще себе ручку в глаз воткнула! Так как у нее постепенно начинаются микросны, она наводит нехилый шмон в магазине, отрывает от свитера Фредди кусочек... Это важно! И ее забирают в больничку, где ей хотят кольнуть снотворной, но из-за классного стечения обстоятельств она сваливает вместе с Квентиным, который в то время умудрился стырить немного эпинефрина. Кстати, в русском переводе почему-то сказали, что это адреналин. Ты как? Я... Нормально. Да? После такого ширева, мне кажется, с тобой должно было произойти нечто подобное. Из фильма адреналин. Они едут, 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 едут. Как вдруг... Какой смысл тебе было колоть и пинефрина, если тебя все равно микросны штормят? И тут появляется жесткий рояль в кустах. Буквально прямо перед тем местом, где они повторили трюк Полуокера, оказывается тот самый садик, внутри которого герои находят комнату Фредди и подтверждение того, что он действительно их насиловал. И тут у Нэнси возникает план. Я вытащила свитер из снов. Вдруг я единственная могу вытащить Фредди? Она засыпает, а от Квентина требуется одно, разбудить ее в подходящий момент. Ой, ну ёбану рота! Бесполезный кусок потлатого говна. Да, вот именно тебе такую задачу дали. А ты вот ее профукать умудрился. Да и... Да и кстати... Почему... Почему он все равно заснул, когда вколол себе лошадиную дозу адреналина или эпинефрина? На него нападает Крюгер, но вовремя его спасает Нэнси. Ты нашла меня. В какую игру теперь сыграем? Иди в задницу. Звучит заманчиво. Но я не могу так сразу. Воу-воу-воу, чувак, а не ты ли говорил? Никаких компромиссов. Даже перед лицом Армакедона. Так что давай, Шементом. Путевка в Саркатан тебя ждет. Давай, 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 давай. И как обычно, вкратце рассказываю, что идет дальше. Нэнси шлындит по снам, но в итоге Крюгер схватывает ее в когтистые лапы. Ой, ну дальше мы знаем, что будет. Сейчас буду спросить. Тебе нравится анальный секс? Это платье всегда был одним из моих любимых. Ты его помнишь, Нэнси? Твою мать, кто-нибудь подбодрить его? Он съебал уже медлить. Давай, чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Давай. Опять Роша. Давай! Нет, чувак, не работает. В общем, Квентин проводит уколы пенифрина. Wake up, wake up. Нэнси, схватив Фредди, просыпается. Начинается драка. Блин, чё-то музяки было мало в обзоре. На меня даже не похоже. Надо исправлять. Ну! Произносится фирменная фраза. Ты теперь в моем мире, тварь. Маньяк отправляется в нокаут, а герои поджигают садик, и на пожар к ним приезжает вся королевская рать. И фактически хэппи-энд. Нэнси с мамой приезжают домой и... Я рада, что ты цела. Ну окей, эта сцена сделана круче, чем в оригинале. Хоть где-то постарались. Конец. Что ж, вопрос их такой возник, как и обычно. Причем тут вообще котельная, которая постоянно фигурировала в фильме. В оригинале Фред Крюгер работал сторожем в котельной, и именно там он убивал пойманных им детей. И как бы то, что во снах появляется это место, тоже вполне логично. А тут Фредди Садовник в детсаде. Так какого хрена он во снах всех убивает в котельной? Почему не в его сраной в коморке, в которой он жил? Ответьте мне, почему? Потому что. Но другого я... Нет, здесь не потому что, а... Потому что, наверное, в котельной его как раз таки убили. Во снах у жертв появляется место смерти Крюгера. Только и всего. Я не ожидал. Знаете, вот я думал, что итоговый вердикт у меня будет дико спорным. Потому что, когда я в первый раз посмотрел этот фильм в 2010 году, я мог там найти немалое количество плюсов. И я думал, что благодаря этим воспоминаниям я хоть как-то снисходительно отнесусь к этому фильму. Но этого не будет, потому что я его пересмотрел. И знаете что? В этом дико в сосном куске говна не так уж и много плюсов. О мой бог, ребята, это жопа, это дичайшая беспросветная клоака и самый наглый плевок в душу всем фанатам кошмара на улице Вязов. Это откровенный слив, ужасный фильм с отвратительной историей и просто некомпонующимся с логикой сценарием. Заунывное повествование, чрезмерно явное увлечение с мрачностью депрессухой и в большинстве своем просто хреновые актеры. Этот фильм не должен был выходить, и я не знаю, зачем он вышел. Не думайте, что я открытый противник ремейков. Нет, я в принципе не против того, чтобы уже знакомую всем историю освежили и сделали ее в новых красках. Ну, едит вашу мать, проявите должное уважение, делайте свою работу не спустя рукава, пригласите тех людей, которые справятся с поставленной задачей. Кроме Джеки Эрл Хэлли и композитора Стива Яблонский тут никто не старается, всем похер, все забили. Ну, я в принципе понимаю, что хочет сказать Диман. Он согласен с большинством. Большинство его оценили именно так. Ну, я его объективно оцениваю как просто плохой, но не ужасный. Почему? Просто ребята из Плазином Дюнс поняли, что стараться не нужно. Все и так пойдут, несмотря на то, что им не хочется. Люди отдадут свои деньги, потому что это Фредди Крюкер. Они отдадут свои деньги, потому что их заманили названием. И мы отдали! Мы обогатили этих мразей, которым ничего, кроме бабла, не нужно. Им наплевать на качество, им наплевать на то, что хочется зрителю. Фактически, ребята из Плазином Дюнс харкнули нам, фанатам серии, и в лицо, и в душу. Да, я фанат серии Кошмар на улице Вязов, несмотря на то, что под конец она начала скатываться. Мое детство прошло за просмотром этих фильмов. И то, что я увидел в этом ремейке, это издевательство над моим детством. Я просто наблюдал за тем, как Майкл Бей и компания убивают одного из моих самых любимых злодеев в мире кино. Пошли вы нахер, Платинум Дюнс. Что ж, вот и закончился мой марафон по Майклу Бейу. Я рассмотрел, по моему мнению, самые главные фильмы этой студии. И могу сказать, что ничего особо впечатляющего и путного они не делают. Ну то есть, как, у них был в начале потенциал с двумя фильмами про резню и ужасом о Метивиле. Но вы сами видите, куда они скатились. В обычное коммерческое камнище. Ну, надеюсь, вам было интересно. А сейчас... Мне надо немного отдохнуть и посмотреть тот ужастик, который довольно часто фигурирует в списках самых страшных фильмов. Прямо не могу дождаться, хочу уже напугаться. Проклятие. Ага, проклятие. Ну и я проклятие не смотрел и смотреть не хочу. Мне кажется, уже по отрывкам и трейлерам, что это хрень полная. Я не люблю такие фильмы. С вами был Киногиллер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А также вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой инстаграм. Все ссылки в описании. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Извините, что я просто открываю рот, потому что я думаю, что мне не получится так вокализировать, как Эмили. Ну, в целом, кстати, обзор хороший. Мне он понравился. Лайк однозначно ставлю тебе, Диман, за такую хорошую работу. Ну, а как вам этот обзор и как вам моя реакция? Пишите в комментариях. Да и понравился ли вам ремейк в принципе? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok